всем приветики пришла ко мне такая посылочка с алиэкспрессом в этот раз я ее пока что еще не распаковывал по просьбе в комментариях в прошлый раз писали чтобы я распаковал прям сам почтовый пакет поэтому впервые распаковка почтового пакета я специально здесь заклеил все данные которые лучше не видеть и здесь вот получается что они пишут lead driver то есть название того что они мне прислали то есть драйвер для ну то есть устройств драйвер ну типа короче для светодиодных лент блок питания правда они как-то такое назвали по странам led driver ну да ладно цена 2 доллара но я получил больше конечно же там долларов я не помню 14 по моему и вес 200 грамм но у меня такое ощущение что здесь не 200 грамм а грамм может быть 500 если не килограмм он реально только тяжеленький прям вот ну и дальше мы будем я обычно ищу где здесь можно подлезти вот здесь запускаю туда одну ножницу и начинаю резать вот так это происходит но обычно я это делаю без видео потому что ну как бы что вот интересного но с другой стороны это действительно получается распаковка внутри получается вот он почтовый пакет был вот он почтовый пакет с пупыркой внутри то есть если где-то будет ударяться пупырка будет защищать помимо пупырки в самом почтовом пакете еще была дополнительная пупырка на блоке питания то есть еще одна защита двойная и это круто я люблю когда продавцы заботятся о покупателях и хорошо упаковывают я заказал на 12 вольт 10 ампер ну и можно даже будет проверить здесь действительно ли он выдает 12 вольт и 10 ампер такой вот кабель который подсоединяется чем чем-то похож на компьютерный кабель даже не чем-то а похож потому что компьютерного кабеля такой же разъем только вилка обычно там массивнее ну и вот она такой кабель где-то метр примерно длиной и само зарядное устройство довольно таки длинная где-то сантиметров 12 такое ощущение и светодиодик будет показывать что она работает сюда подсоединяется сама вилочка кстати там что такое новенькая золотистенькая ну и золотистенькая такое как на цвет и латунь похоже так здесь тоже можно распаковать ну здесь как бы это лишнее ненужное действие но то что она упаковано это хорошо на выходе такой вот разъем как обычно везде в большинстве случаев используется 5.5 снаружи 2.5 внутри по миллиметрам есть какой-то типа тоже типа заземления какое-то на проводе выходящим из из блока питания но собственно вот он сам блок питания вот он так выглядит где-то что-то какие-то царапки есть что может быть даже и не совсем приятно конечно но в целом в целом выглядит неплохо так сзади такие ножички есть здесь что-то написано я здесь ничего не понимаю конечно же вот здесь я пойму что-то больше написано а c dc адаптер то есть входит а c выходит dc то есть приходит переменная выходит постоянная входит 100-240 вольт а выходит 12 вольт 10 ампер вот а на самом ли деле ну 12 вольта думаю будет а вот вам первым не знаю надо проверять в принципе можно сейчас подключить кстати к новому моему вольтметру цифровому и проверить но вот в общем то я и подключил уже блок питания к сети он горит таким синеньким светодиодиком пока что не греется на звук так тоже вроде не слышно хотя он пока особо не работает на вольтметре показывает что выдает 12 половина вольт можно еще будет отдельно мультиметром проверить вот из выход получается с выхода от вольтметра сейчас подключим на на моторчик вот этот моторчик и посмотрим сколько какой будет ток какой будет ток сейчас проверим включим моторчик так сейчас я настрою ну работает как бы 12 вольт выдает когда доходит до двух ампер просаживается до 12 половинок просаживается до 12 если наверно будет работать на 10 амперах если действительно будет работать на 10 амперах я думаю просядет вообще до 11 вот ну и просто больше не на чем проверить самое что у меня мощно это наверно моторчик хотя еще телевизор есть конечно но я не знаю это телевизор сюда тащить потому что ну как бы камера здесь у меня съемочная площадка здесь а телевизор в другой комнате это мне чтобы проверить это мне нужно сюда телевизор тащить можно в целом пока что проверить мультиметром правильные показания 12 5 24 25 на думаю будет правильными ну вот я отсоединил от вольтметра уже блок питания и подсоединил к мультиметр на мультиметре да так показывает 12 12 48 47 48 потому и на вольтметре прыгает 4 5 потому что она почти что действительно 5 46 48 ну да так что вольтметр показывает правильно ну в общем я даже сюда телевизор притащил работает телевизор от этого блока питания но телевизор тоже немного берет ампер и 25 то есть моторчик даже больше брал по 2 ампера ну то есть мне сейчас действительно нечем загрузить блок питания поэтому но в целом в целом надеюсь что будет работать нормально и еще не можно немаловажный фактор то что этот телевизор но блок питания не не шумит связь за данный момент еще работает я его просто отодвинул чтобы он не мешал вот он все еще работает я его еще не отключал и данный блок питания я его поднес к уху он вообще не издает никаких звуков бывает ну типа слышно такое типа такое типа ну типа такое слышно типа что там какие-то что-то напрягается и издает такой звук типа ну тоненький такой типа писк такой типа а бывает и громкий там типа вообще это тогда ну мне неприятно такими штуками пользуется особенно когда для телефона покупаешь зарядку ну и ты включаешь она у тебя под ухом стоит пищит это вообще жесть а тут вот он вообще никаких звуков не сдает и пока что да вообще даже не нагрелся то есть ну вот сколько вот он работает час ну то есть сезер вот работает на 12 вольтах ампер 25 берет и и он вообще не нагрелся даже вообще ни капельки то есть в целом я думаю пока что нормально пока что если тизер значит попробую поставил флешку скидываться видосик попробую видосик включить и посмотреть как он будет на видосике сколько будет потреблять и как будет вести себя блок питания ну вот я и приветики как происходит так сейчас всем приветики в общем я подключил к телевизору флешку сам самое интересное что почему-то видео записано напрямую через видео которое записал через вегас и без обработки без ничего просто залил сюда на которое видео без обработки записано через оба с она почему-то не работает здесь пишет не поддерживается а видео которое уже после монтажа после обработки с не вегасом здесь поддерживается ну и вот в общем то есть ничего не меняется что она не воспроизводила был ампер 25 что она воспроизводит ампер 25 то есть ничего не меняется возможно чуть-чуть подросло может быть чуть-чуть подросло хотя но было 25 но потом упал до 23 потом поднялся до 25 ну блок питания уже начал потихонечку уже чуть-чуть теплее стал чуть-чуть звуков по-прежнему от него не слышно хотя ничего же не изменилось так что он уже да немножко нахрелся постоял что поработал немножко нагрелся да и телевизор тоже его начал передвигать он раз выкрылся потрогал сзади разъем на вот этот вот который к нему питание дает он разъем теплый его шевельнул вырубилось там короче с разъема что-то еще но в целом короче в целом я думал телевизор я запущу так он хоть нагрузит как-то немножко блок питания но он не грузит также что воспроизводит что не воспроизводит все равно ампер 25 но в целом пока что блок с блоком питания все нормально вот когда еще будет надеюсь что нормально все ну конечно возможно 10 ампер там не будет но хотя бы там чтобы ампер там было 5 6 7 было бы круто и вот как то так ну на этом все всем покедово